Пока кадыровцы в Херсоне воюют за награбленное с бурятами, ВСУ зачистили Лиман. Это позволило украинской артиллерии занять выгодные позиции и сейчас идет массированный обстрел расположений московитов в Сватово, Кременной, Рубежном, Лисичанске и Северодонецке. Танкий намек на что-то. Одной из составляющей лиманского успеха являются силы спецопераций Украины. Они заслуживают отдельной похвалы. Их работу никто не видит, но она ощущается на поле боя. Это диверсионные операции, противодействие спецназу, специальная разведка, морские и речные рейды и так далее. Так силы спецоперации ликвидировали россиянскую спецуру, которая корректировала арту в ставках при продвижении ВСУ к Лиману. Фронт РФ продолжает каскадно обваливаться. Уязвимости точечно считываются украинским военным командованием, а также западными разведками, в результате чего ВСУ молниеносно проникает в дыры в оборонной структуре, подрывая смежные защищенные участки изнутри. Такая тактика резких диверсифицированных ударов требует от рашистов быстрого реагирования на постоянно колеблющийся фронт. Однако махина госмеханизма Москвы отличается уникальной неповоротливостью, в результате чего Украине удается достаточно эффективно наносить кинжальные удары по всей плоскости фронта. Опять же, проблема для эров не является решаемой, она требует полной переработки системы военного управления. Так рашисты должны перенести груз принятия местных решений из центра на самый низ, чтобы россиянцы в соответствии сиюминутной ситуацией могли совершать какие-то маневры. Но Путин намеренно обезглавил автономное местное военное руководство, отдав абсолютно все рычаги влияния на войска верхам, до которых информация доходит через несколько часов после того, как ситуация для орков становится безвыходной. Поэтому макшане и дальше будут терять оккупированные территории без какого-то продвижения вперед. В результате такого положения Кремль объявляет о том, что обсуждает границы незаконно включенных в состав РФ территорий. Но тут дело не в законности, на которую Москва давно наплевала, а на демонстративном желании ретироваться задом. РФ может размахивать ядерной дубиной в соответствии с планом, но этого делать не хочет, потому что боится последствий. Угрожать и реализовать угрозы – разные скрепы. Дорогой друг, бывший глава ЦРУ, говорит, что в случае ядерного удара Запад испепелит все войска РФ, которые будут находиться на территории Украины. Отдельно не уточняется крымский вопрос, но намек на демилитаризацию Крыма от рашистских захватчиков прозвучал. Плюс потопит весь Черноморский флот. И Кремль, представляя минимально пропорциональный ответ со стороны США, не бросается на амбразуру, а прячась в брюкве, вопит о пересмотре границы, включенных в состав РФ территорий. Внутри кремлевцев склоки и полный бардак. Обнуленыш ищет крайнего, пытаясь эскалировать ситуацию, теряя все рычаги давления в момент ядерной угрозы. Москве пора выползать с поднятыми руками. Война проиграна, шансов на изменение ситуации нет. Это вопрос времени. Больше мобилизованных, больше времени понадобится ВСУ для разгрома армии РФ. Меньше чмобиков, меньше удобрений. Этим пересмотром границ РФ показывает свой страх. А так ненавистные скрепным мародерам англосаксы, акулы политического мира, запах крови и ужаса уже уловили. Челюсти открываются. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ